Короче, вот. Сбылась мечта идиотины, да? Вот они, эти часики. Да-да, не удивляйтесь. Я о таких мечтал. Но, вернее, не очень о таких, а о других. Ещё, по-моему, в третьем классе, или во втором, или даже в первом, я уже не помню. В втором и третьем классе, скорее всего, у одной подруги были часики такие электроника М22 или М23, да? Они были такие железные, да, все железные часики, да? С таким квадратным корпусом, да? То есть, это советские электронные часы. И из необычного там была одна кнопка сбоку всего. И когда ты её нажимал, кнопку сбоку, у часиков электроники, не знаю, М или С22 или 23, на ней, включаясь, короче, загорались яркими такими, как радиолампа, вот этот цвет, да, из красного дисплея, просто красный был. И так загорались такие страшные цифры аналоговые, вот, вот. Это вообще бест, я офигевал от этого, весь класс офигевал от этого. Думал, что это круто, но это и правда круто, советские часы, это офигеть, сколько дорого они стоят, и какие они, наверное, неэффективные. По эксплуатации там было что, даже она говорила. Типа вот часы, да, они советские, да, там, не знаю, там не то, что на метровой технологии, не микрометровой, да? А там вообще, наверное, советская, поскольку это хрень, там вообще технологии сантиметровые использовались, поэтому часы даже, когда экран не включался, он включался только кнопкой ненадолго. Они работали только 2 или 3 месяца, и надо было батарейки ставить новые, искать где-то и ставить новые батарейки. А вот тут эта проблема решена, потому что это уже другие технологии, да, другие техпроцессы, вот, смотрите, видите, всё гибкое, да? В экспрессе взял, кстати, за 50 рублей, по-моему, вот. Они, видите, все такие вот, как вот 3D принтеры напечатанные, да, вот, вот эта штука, да? А вот это всё просто закрыто, да, полностью, то есть они вот непроницаемые, и самая ненадежная часть, это вот это крепление, по сути, оно оторвётся. Поскольку батарея, шанс на то, что она разрядится, вообще у меня нет, отсутствует шанс, я так думаю. Посмотрим, как они работают, короче, часики. Сколько я сказал, за 55 рублей, да, ну, типа того. Вот, короче, нажимаешь кнопку, играет анимация, вот, вот так вот. Потом, хопа, и анимация убирается. Ещё раз посмотрим, хопа. Вот, 11, 18. Не знаю, как показать, чтобы не пересвечивало. Почему-то пересвечивает вот тут, где, где восьмёрка одна, там пересвет почему-то на камере происходит. А в реальности его нету. Не знаю, там, наверное, изоляция какая-то у диода сбилась. То есть он ещё ультрафиолет пропускает, да? Чем они там светят, да? Или она просто чуть-чуть не такое. Ну, в целом, это офигенно. Кстати, анимация даже быстрее идёт. На электронике вроде тоже была анимация, но она шла медленнее. А вот тут анимация быстрее, но она та же самая. То есть это по советской технологии, или сворованную какую-то технологию делают, да? Но на новых техпроцессах и шанс, что они разрядятся, вообще отсутствует. Так что вообще, вери най, свои часы. Всё вот мягкое, да, вот эта вся штука, она мягкая, вот видите. Пиздец, она как гнётся, короче, да? Фиг им, что будет, да? Они, видите, какие... Ну, они плотные, да, там. Всё закупорено намертво. Тут ничего, ни одна капелька не присочится, да? От дождя, от всего защищенные, скорее всего. От погружения навряд ли, но от дождя защита полная. Так что, тушите свет. А часы прикольные, дай-ка ещё посмотрим. Анимацию эту. Хопа. И выключаются. Сбылась мечта. Идиот.